Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о видах опасного спама. Сегодня речь пойдет о нигерийских письмах. Этот способ зарабатывать деньги обманным путем появился в Нигерии почти 40 лет назад. Раньше письма распространялись по обычной почте, а с развитием интернета у мошенников появились безграничные возможности. Спамеры под вымышленным предлогом пытаются получить доступ к вашему счету или другим путем заполучить ваши деньги. Сюжеты нигерийских писем достаточно разнообразны. Рассмотрим некоторые варианты. Замальчивое письмо о вакансии за рубежом, в котором предлагают оплатить лишь разрешение на проживание и работу. Письмо от имени адвоката дальнего родственника, в котором сообщается, что родственник погиб, и вам полагается солидное наследство. В письме сообщается о выигрыше в лотерею, но нужно заплатить, чтобы получить свой выигрыш. Для сайтов знакомств характерны письма от африканской принцессы или принца, которые предлагают вступить в фиктивный брак и унаследовать большое состояние. Но для этого нужны ваши деньги, чтобы они смогли вернуться на родину, где политическая обстановка стабилизировалась. У такой нигерийской аферы существуют очевидные признаки. В письме фигурируют астрономические суммы денег, но вас просят заплатить всего лишь за перевод или услуги банка. Для оформления документов вам предлагают предоставить личную информацию, полное имя, адрес, реквизиты банковской карты. Вас просят хранить конфиденциальность получения такого письма. Письмо содержит орфографические, стилистические, грамматические ошибки, а также целый ряд несостыковок. Есть еще один признак – адрес отправителя и обратный адрес. Тот, на который уйдет ваше ответное письмо, обычно не совпадают. Чтобы не стать жертвой нигерийского спама, не поддавайтесь на уловки мошенников. Если информация кажется уж больно правдоподобной, попробуйте навести справки в интернете. Получатели таких писем обычно охотно ими делятся в сети. С помощью спама рекламируют и продукцию, о которой нельзя сообщать другими способами. Например, контрафактные товары, лекарственные средства с ограничениями по обороту, закрытые базы данных и так далее. Итак, правила сегодняшнего урока. Будьте осторожны при получении писем, которые содержат множество легенд, от предложения выгодной работы до фиктивного брака с какой-нибудь принцессой. Проверьте информацию в других источниках. Также используйте антиспам-фильтры в почтовых сервисах. И при получении нежелательных писем отмечайте их как спам.